Здравствуйте, уважаемые представители Знака Зодиака Весы! Общий астрологический прогноз на сентябрь 2021 года, в этом месяце ваши дни рождения, в конце месяца, с 23 сентября, Солнце переходит в Знак Зодиака Весы. Этот день всегда очень важный, потому что четвертый сезон в нашем полушарии, это начало природной осени, это традиционный период свадеб, ну и конечно Солнце в Знак Зодиака Весы, это всегда про партнерство, про любое партнерство, не только любовное, но и деловое. С 5 сентября по 29 сентября, можно сказать, что почти весь месяц, Венера в вашем 12 доме. Это дом духовности, прозрения, раскрытия, внутреннего расширения, и вместе с тем это дом заточения, либо изоляции внешней, физической. Также это дом исчезновения, это один из домов, когда не стало, как это может быть? Это может быть человек переехал далеко и надолго, вот просто его нет, ветром сдуло. Также это может быть, когда человек долго лежит в больнице, либо долго много спит, не выходит из дома, живет в монастыре, то есть это всяческая изоляция физическая при том, что духовно расширяется. Также по этому 12 дому идут и такие места лишения свободы, как тюрьма, например. И в то же самое время идет такое мероприятие, как написание творческого труда, когда человек сам себя закрывает, как будто бы в тюрьме, в какой-то, как в келье. В любом случае, это период красоты по Венере в сфере внутреннего мира. Внутренний мир красив, по Венере в 12 доме внутренний мир может быть и не в переносном, не в эзотерическом смысле, а в прямом смысле, то есть физика. По Венере в 12 доме возможно и беременность, внутренний мир, и разные другие процессы, происходящие внутри тела именно в плане химии, биохимии, гормональная перестройка. Вообще по Венере идут гормональные вопросы, поэтому внутреннее все можно проверить, перепроверить, но этот месяц не подходит для проведения операций на теле, потому что в этом месяце у нас ретро-меркурий. Ретро-меркурий 10 сентября по 2 октября, он ретограден сразу в двух домах, в доме тела, физического тела, и в том же самом доме, где и Венера, в 12 доме духовного, душевного, психического, психологического здоровья. Это о том, что нужно заниматься своей психологией и психикой, можно обращаться к целителям душ, но не к целителям тела. Снова акцент на том, что если что-то улучшается, развивается, расширяется, то это что-то внутреннее, но не внешнее. Поэтому по ретро-меркурию в первом доме ни в коем случае не проводить внешние операции, операции на теле с красотой, ничего не делать в период с 10 сентября по 23 сентября. С 10 сентября по 23 сентября. Меркурий ретро-градный в вашем знаке зодиака, уважаемые весы. Никаких операций на теле, никаких переделок внешности и не то чтобы операции, даже имидж не менять, ни стрижка, ни покраска волос также не рекомендовано. Никакие перманентные вещи также не рекомендую вам. Можно возвращаться к чему-то прежнему, но здесь максимум, к чему можно вернуться, прежнее имя, фамилия. Может быть, вы разводитесь. Я думаю, что многие из вас заняты вопросами физики, потому что вместе с разворотом Меркурия в вашем первом доме 10 сентября, полнолуние в вашем шестом доме здоровья. Сейчас вы заняты, вот сейчас, когда слушаете меня, и вам нужно постараться успеть все доделать до 10 сентября. То есть любые операции до 10 сентября, любые физические процедуры до 10 сентября. Нужно успеть. Самый неблагоприятный период для операции в сентябре с 10 по 23. Затем с 23 по 2 октября уже Меркурий ретро в вашем 12 доме. Здесь психика, психология, психосоматика, гадания. Может быть, вы исцеляете тело просто получением какой-то информации. Но это, конечно, не просто. Через осознание в любом случае. По 12 дому идут тайные знания, знания, передающиеся через символы. Поэтому это и кофейная гуща, это и карты Таро, и также любая другая предсказательная техника, в которой нет точности, нет цифр, нет дат, как, например, в астрологии. Это расплывчато. То есть когда вам не скажут конкретно такого-то числа, это, это, нет. То есть больше такое Таро. Вот одно из самых распространенных сейчас, чтобы много других примеров не проводить. Если вы хотите обращаться к медицинским работникам, то лучше до 10 сентября. Если вы хотите обращаться к тайным знаниям, то после 23 сентября можно. Но опять-таки желательно только к тому человеку, к которому вы уже обращались. Обращались к тому же самому Тарологу, Регросологу, можно вновь обратиться. К новым нежелательно, так как все-таки ретро-Меркурий предполагает, что вы обращаетесь к старому консультанту. Старому в том плане, что уже вы у него были, и он уже вас консультировал. Солнце в вашем знаке зодиака, как я уже сказала, 23 сентября. Это день осеннего равноденствия, равенства дня и ночи. А новолуние в вашем знаке зодиака 26 сентября. Самое приятное в вашем знаке зодиака уже и Венера с 29 сентября. Рожденные в 3 декаду весы, в 3 декаду сентября весы, вы будете более духовными весь свой следующий личный год, весь ваш соляр. Рожденные в октябре весы у вас уже будет Венера, также в вашем знаке зодиака, то есть после 29 сентября будет Венера, знак зодиака весы. Вы будете еще и чувственны, то есть можно сказать, что рожденные на 3 декаду сентября весы будут более направлены на внутреннюю красоту. А те, кто октябрьские, уже внешняя красота больше, хотя тема красоты, естественно, неразделима, просто кто от чего пляшет, скажем так. То есть сентябрьские, скорее всего, начнете с духа, и потом красивое тело, красивый дух, красивое тело. Октябрьские, наоборот, красивое тело приведет вас к красивому духу. В любом случае, эта энергия будет сочетаться. Соляр – это прогноз на год от вашего дня рождения в 2022 году до вашего дня рождения в 2023 году. Обращайтесь ко мне лично за составлением данного прогноза. Я также в своей работе использую различные техники и предсказательные, подключаю все возможные разные другие инструменты, в том числе таро, в том числе знания фэн-шу, если вам нужно скорректировать магически ваше пространство и всякие, иные, другие, если я вижу, что требуется помощь больше, чем просто научная. Напоминаю вам, что астрология – это наука, астрология – это прогноз, и не приговор, и не магия. Если нужна магия, мы можем ее немножко подключить. Одна из самых магических вообще техник в астрологии – это перемещение во время соляра. Это и есть астромагия, когда вы меняете пространство, вы не можете изменить время, вы не можете перенести свой день рождения, а вот переехать свой день рождения в более благоприятное место встречи вы можете, если, конечно, вы могущественны настолько, что у вас есть и территориальная свобода передвижения, и физическая свобода передвижения, вы здоровы, и финансовая свобода, вы имеете деньги на путешествия. Если вы не имеете возможности вот так магичить физически при помощи средств материи, то магичить, конечно, при помощи тайных знаний можно всем и каждому. От элементарных аффирмаций и заговоров до чего-то более серьезного. Ну что же, мой телефон на вашем экране. Вайбер, WhatsApp, Telegram пишите, заказывайте свой прогноз. Должна вам сказать, что все весы в этом месяце будут готовиться, подготавливаться к своим днём рождения. Не рекомендую вам совершать крупные покупки с 10 сентября по 2 октября. Могут вернуться долги в это время, но если вы планируете что-то себе на день рождения подарить, либо кто-то вам планирует на день рождения что-то подарить крупное, то мягко намекните. У меня, конечно, день рождения, но при этом ретро-меркурий в моем знаке зодиака с 10 сентября по 23 сентября. Поэтому вдруг, если ты мне хочешь подарить автомобиль или швейную машинку или новый смартфон, то лучше подожди. На ретро-меркурии нежелательно покупать ни гаджеты, ни автомобили. Это всё лучше перенести на октябрь. Вот такая вам от меня рекомендация. Что можно дарить, что можно покупать на ретро-меркурии? Ретро, то есть антиквариат. Если вам брат хочет подарить свой старый автомобиль, то да. Если вопросы связаны с чем-то давнишним или передачей наследства, возвращением долгов, то да, такие подарки можно принимать. Но новую технику не покупают на ретро-меркурии. Также и путешествия. Если кто-то вас захочет пригласить в путешествие, например, по 12-му дому, по Венере в 12-м доме вас могут пригласить в романтическое путешествие за рубеж, тогда тоже лучше поехать в те места, где вы уже бывали, либо хотя бы ваш партнер уже бывал. Венера в 12-м доме – это красивое путешествие за границу. Меркурий ретро в вашем 12-м доме – это также путешествие за границу. Но если Венера, вы можете путешествовать в новые места по Венере за границу с 5-го сентября по 10-е сентября, это в новые места, то в прежние места, в старые, где уже бывали, уже лучше путешествовать с 5-го сентября и дальше в сентябре. Особенно для возврата куда-то подходит с 23-го сентября по 2-е октября. Но только возврат, ретро. Еще раз напоминаю, в новые места лучше не ездить, не летать, не путешествовать. Какие дни желательно вообще исключить для очень важных мероприятий, таких как физические операции, либо операции с деньгами, купля-продажа, особенно крупное путешествие, лучше не совершать уж точно. Это в дни 10-е сентября плюс-минус несколько дней и 23-е сентября плюс-минус несколько дней. В октябре – это 2-е октября, дата разворота Меркурия. После все будет веселее, все будет легче и приятнее. В октябре уже и Меркурий перейдет в ваш знак зодиака, в знак зодиака весы. Он будет в прямом движении с 11-го октября. Поэтому все мероприятия, покупки, праздники, свадьбы и остальное рекомендую уже в октябре, после 2-го октября. Будьте счастливы, всего доброго.